Депутат Сената парламента с рабочим визитом прибыл в Кустанайскую область. Геннадий Шиповских посетил ряд объектов, ознакомился с работой пунктов приема гуманитарной помощи и провел встречу с пострадавшими от паводка жителями. Подробности в нашем материале. Первый объект, который посетил депутат Сената парламента, стал областной дом дружбы Ассамблеи народа Казахстана. Сейчас здесь размещен пункт приема гуманитарной помощи для пострадавших от паводка. Представители АНК рассказали депутату о работе волонтеров и деятельности этнокультурных объединений. Также сейчас у нас наши волонтеры задействованы по всему Казахстану, это около 10 тысяч человек Ассамблеи Жастор. В ходе рабочей поездки Геннадий Шиповских ознакомится с текущей ситуацией по области, встретится с местными исполнительными органами и депутатами Маслехата. Главная цель – поддержка населения и оказание помощи пострадавшим. Далее депутат отправился в пункт приема гуманитарной помощи, где студенты сортируют поступившие одежду и продукты. Я в первый раз работаю волонтером для людей. Это первый день. Но пока часа три разбираю, сортирую. Мы ждем людей, чтобы помочь им максимально тем, что мы можем поддержать, потому что это хорошая работа, это благодарная и людям нужно помогать. Гуманитарная помощь ежедневно поступает из разных регионов Казахстана. В пути еще 120 тонн груза, рассказали депутату. Следующий объект, который посетил Геннадий Шиповский – это эвакуационный пункт. Его организовали в реабилитационном центре для инвалидов «Дружба». Там избранник народа встретился с пострадавшими. Недавно президент поступал, он сказал, что никто не останется без внимания, потому что специальная оценочная комиссия сейчас создана, правильно? Она сейчас будет отрабатывать с каждым гражданином. Да, есть различного рода вопросы, потому что все-таки это нелегко. Но, естественно, люди должны показать, здесь, конечно, важность документов всего того, имущества, которое бы до этого было. Сейчас это имущество в виде ИЖС, допустим, жилья. Также у кого-то там скот потул, вы сами понимаете, там очень много потери скота в целом. Ну да, в целом, живности. И поэтому сейчас эта оценочная комиссия будет прорабатывать. Но, тем не менее, я вас заверяю, что никто у нас без внимания не останется. На очереди район колесных рядов. Здесь заместитель Акима города рассказал о том, как областной центр справлялся с природной стихией. По словам Алмата и Смогулова, в пик паводков вода в реке Табул поднялась на 5,5 метров. Сегодня специалисты наблюдают отток в минус 95 сантиметров. Всего в Кустаная потоплено 169 жилых и 101 дачных домов. Более тысячи человек из зоны риска своевременно были эвакуированы. Задача – всё откачать, людей дать возможность заселения, подключить коммуникации, электричество и газ. Плюс параллельно организовали работу по оценке. Комиссия работает, заявления принимаются. На утро 186 заявлений приняты. Сегодня оценка уже начнёт работать в комиссии. После проведения оценки, заседания комиссии, люди уже начнут получать выплаты. 7 апреля, по словам Алмата и Смогулова, вдоль Большого моста было выложено порядка 65 тысяч мешков с песком. В масштабной работе приняли участие волонтёры и горожане. Сплотившись, жители областного центра предотвратили перелив реки через мост. Айдана Папанина, Олег Сытник, телеканал Костанай.